Меня зовут Елена Петаш, я играю Адилию, дочь Роберта. Лебединое озеро Лебединое озеро, я думаю, все знают, что такое Лебединое озеро. Это балет, который написал Чайковский. Все во всем мире слышали музыку Чайковского. Все знают, что такое балет Лебеди. Это великолепный балет, который мы смотрели в России, смотрит с 4 лет. Потому что для России это сенсационно, это традиция. Лебединое озеро. Даже когда был путь в Москве в 91-м году, по всему телевидению, по всем каналам транслировали. Только Лебединое озеро. Для русского человека, для русской души Лебединое озеро много о чем говорит. Как я чувствую, для меня близкая эта роль Адилии. И я думаю, вот женщины в России очень похожи. На Адилию одеты, они душевные. Они, как бы ситуация ни сложилась, как бы ни произошло, они всегда поговорят, они всегда разберутся и все решит женщина. Женщина может многое. Она поймет, она рассудит. И всегда ситуацию сделать так, как она должна быть. Это совсем другое. Это очень новая интерпретация. Это совсем по-другому. Это не балет. Это что-то новое. Это по-новому. Можно смотреть на это. В обычном балете всегда катают Адиль и одета одна и та же женщина. В нашем спектакле это играют две женщины. У них совершенно два разных характера. У нас в спектакле два разных женщины. Она летит и один день. Я считаю, что так лучше, но зрители это понятнее. Потому что каждая женщина носит свой характер. И это намного понятнее. В шесть лет меня отвели в спортивную группу, в танцевальную группу и дали партнера. С которым мне очень неудобно было кататься, мне всегда мешал. Когда катаешься один, то тебе дают мальчика, который постоянно мешается, делает неправильно и делает не то. С 11 лет начали выезжать. Сначала по Украине в разные города. Потом лет с 13 по разным странам. Сначала ближние зарубежья. Польша, Чехословакия, Румыния, Югославия. Чем больше мы продвигались по спорту, тем дальше мы выезжали, тем больше результатов мы достигали. Лет в 15 получила КМС, кандидат мастера спорта. В 16 мастера спорта. В 16 лет ездила на чемпионат мира по юниорам. Потом, когда спорт закончился, потому что была травма у партнера, я не смогла пересилить себя и дальше начать бороться, бороться и продвигаться по спорту, я решила, что все, не хочу больше. Попала в коллектив Игоря Бобрина. Работала в него один год. Потом перешла в коллектив Балд Роуз, «Звезды на льду». Работала «Спящая красавица», работала «Барну», работала «Щелкунчик». После этого третий год работы в коллективе «Империала и Старс». Мне очень здесь нравится, здесь очень замечательный коллектив. Каждый протягивает друг другу руку, и я считаю, что такой коллектив не везде есть, и очень редко можно встретить. В спорте мы работаем только на результат, только на судью. Мы выходим, мы делаем элемент, мы откатываем программу, мы делаем «фух», и все. Вот это спорт. То, что сейчас, это открывает, наверное, душу. Ты чувствуешь, что ты делаешь, что ты выкладываешься для зрителя. Ты получаешь от зрителя энергию, ты отдаешь энергию зрителю. Это, я считаю, это больше, чем спорт. Здесь делаешь те же элементы, здесь работаешь над собой еще больше, чем в спорте. И плюс ты получаешь моральное удовлетворение, ты выходишь на лед, и ты счастлив, что ты это делаешь. Продолжение следует...